В Актубе будущие врачи изучают влияние чая, кислородного коктейля и других напитков на организм человека. Результаты своих исследований молодые ученые представили на 55-й международной конференции. Научный форум посетила Лейла Уэсова. В научном эксперименте приняли участие более ста добровольцев. Они рассказали, какие сорта чая предпочитают, как часто и в каких количествах его употребляют. Первым делом нужно научиться заваривать чай, а остывший, застоявшийся напиток лучше не пить, говорят исследователи. Не следует употреблять чай в больших количествах, не следует употреблять его вместе с пищей, то есть нужно соблюдать умеренность. Легкие из бисера, глаз из ваты и ноги из пенопласта. Все наглядные пособия студенты смастерили из подручных материалов. В 45 научных кружках Актюбинского вуза работают над серьезными темами. Лучшие научные труды представляют на международных конференциях. Наши студенты ведут исследования по абсолютно всем областям современной медицины, охватывая профилактику, лечение и диагностику заболеваний, охватывая такие актуальные и интересные темы, как, к примеру, исследование влияния лактоби и бифидобактерий на микрофлору кишечника. Все доклады были абсолютно разноплановы по кушетству, по гинекологии, по репродуктологии, по семейной медицине. Это большая удача. Если кафедра занимается, подготавливает студентов по разным направлениям, значит у медицины нет стагнации, она развивается соответствующей. 55-й юбилейный форум объединил более 300 студентов из 15 вузов Казахстана, России, Башкирии и Татарстана. Будущие медики смогли поделиться накопленным опытом и открыть для себя инновационные подходы в лечении заболеваний. Так делегации из Уфы уже готовятся к научным и академическим обменам с актюбинскими коллегами. Лейла Уйцева, Александр Степаненко, Айбек Даутов из Актюбе.